Всем привет дорогие друзья, с вами Сеня и сегодня по просьбе одного из наших комментаторов я хотел бы показать вам довольно простую тактику на дасте b плюс c, конечно многие с ней знакомы, но как меня попросил данный человек я хотел бы вам рассказать от а до я, так как очень многие из вас скорее всего знают эту конечно же тактику, но явно ошибаются и ошибаются всей командой в ее жизни. Итак, допустим что под b у нас стоит один или два человека, почему один или два, так как один человек может стоять в это время в зиге, к примеру вы там законтролили пол карты, террористы заняли там центр, под флешку моменталку в зиг вы отправляете своего тиммейта в зиг, он проверяет вот эту позицию, так как тут сейчас состоит авп, ну а дальше стоит к примеру вот в этой позиции. Допустим что он играет у нас разводящую роль, что в принципе также немаловажно в этом раунде, так сказать в одной из вариаций этого раунда и соответственно он может кидать себе вот такой дым или чуть подальше туда вот и падать в этот дым опять же под свои флешки например шагом назад, падать просто в респ, убивать там респ ну или наводить шороху к примеру. Дальше три игрока, которые стоят здесь под флеш своего тиммейта могут выходить в центр, флеш должна быть кинута также например шага назад, это позволяет вам третьему находиться вблизи со своими тиммейтами. Под эту флеш очень важно, что первые два именно на калашах, не свечаясь ни на какие гранаты выходят, сразу же проверяют ближние позиции и начинают проходить вдаль. Сверяя весь центр, убивая первых уже игроков защиты, ну и дальше заходя под флешки этого же третьего игрока на Б. Если вы хотите кинуть дым, а дым обязательно нужен, дым должен кидаться именно третьим человеком, вот так вот. Или же чуть-чуть выше, чтобы дым моментально быстро взрывался. Соответственно вы, как первые двое, ни в коем случае не должны кидать никакие гранаты, только на стрельбу, еще раз я вам на это обращаю внимание. Третий кидает сразу же вот такой дым, выходит за ваши спины и кидает вам одну или две флешки через верх. Под эту флешку вы можете заходить вдвоем или в окно, падать на плент сюда, плент сюда, все проверять, или заходить моментально в ворота. При этом, те люди, которые стоят здесь, будь то один человек или двое, должны занять максимально крысящие позиции. Соответственно, такие, чтобы вас не зафлешили те кантера, которые будут врываться в тэшку, когда будут понимать, что их зажимают с двух сторон. Соответственно, вам нужно стоять или здесь, или здесь. Если вас двое, то один может упереться вот так вот в стену, но вы должны прекрасно понимать, что пройти на эту точку вы можете в самом начале раунда, когда диффенс положил вот такой вот смок. Соответственно, после того, как ваши игроки начинают зажимать плент B, вы на девайсах, опять же, вам не нужны тут никакие гранаты, просто выходите и начинаете делать размен. У вас может быть сразу человек или вот здесь, или вот здесь, или вдали. Поэтому максимальная концентрация именно на этой позиции. Человек, который стоит вот на этой позиции, он умрет, или его прочекают люди, которые будут забегать из центра. Поэтому максимальная концентрация именно на ближней позиции, а именно на врыв игроков. Очень часто игрок защиты может сидеть вот на этом ящике и падать сразу же в тэшку, а особенно под флешки своего напарника врываться в эту тэшку. Поэтому именно на эти участки обратите свое внимание. Также игроки в центре могут без всяких гранат просто выходить по чувству своей игры. Вот это очень важный момент, обратите на это внимание. Просто выходить в момент, например, прокидки зига или даже без зига, прочекивать полностью вот эту позицию, дальше аккуратно выходить здесь, проверять темную, проверять респ. И вот с этой позиции под смок третьего вы можете сразу стартовать. Причем не всегда очень важно дожидаться этот смок. Если вы стоите уже в этой позиции и готовы, ни в коем случае не теряйте нужный вам тайминг. Потому что если вы сюда дошли и вас не проверили, огромный шанс взять раунд, так как про вас просто провтыкали или вы словили тайминг. Соответственно, как только вы оказались в этой позиции, вы можете сразу же стартовать. Третий же должен просто сразу же подкинуть вам этот смок. Вы должны ожидать очень важного контра здесь или здесь. Или игрок защиты будет врываться под флешки на вас. Соответственно, вы должны бежать, проверять обязательно вот эту конструкцию и быть готовыми отвернуться от всех гранат, которые вы увидите. Вот эти моменты очень важны в этой тактике. И если вы будете делать все, как я показал на этом видео, шансы на взятие этого раунда крайне велики, даже если вас тут будут встречать двое игроков защиты. Потому что, как вы все знаете, важно то, как вы исполняете тактику, а не какая это тактика. С вами был Сеня. До новых встреч. Пальчики вверх. До свидания. Продолжение следует...